Барнаульский элеватор, сменивший собственника в 2020-м и цвет в 2022-м, наконец реконструирован и готов к хранению зерна. Об этом СМИ рассказал начальник управления пищевой промышленности Александр Большаков и подчеркнул, что состояние предприятия качественно изменилось. За 200 миллионов провели капремонт, заменили водоснабжение, отопление, подвели газ. Им новый хозяин и будет сушить зерно, главным образом гречиху. Рассчитанная мощность элеватора – 150 тонн в сутки. Цель покупки элеватора была, у них были договора с госорганизациями, с государственными заказчиками на хранение этого зерна. Они часть его хранят как для госзаказчиков, часть используют для себя, для того, чтобы хранить, принимать, хранить и перерабатывать в крупу. И уже первые там партии, пробные переработки есть, пуску наладка идет. Но в дальнейшем, я думаю, что большая часть мощностей будет использоваться именно для покупки зерна гречихи, потому что там другого производства нет, и его переработки. Серьезные изменения произошли на некоторых других производствах. Так, на хлебокомбинате «Алтайский закрома» идет пусконаладка новой линии производства. А на Черемновском сахарном заводе обновили транспортное оборудование и провели реконструкцию. За половину 2023 года объем инвестиций в пищевую сферу составил около 5 миллиардов рублей. На фармпредприятия – порядка 700 миллиардов. Сейчас на Черемновском заводе выработали 46 тысяч тонн сахара, переработав чуть больше, чем четверть от запланированного объема. Из-за погоды качество свеклы в этом году хуже, рассказал начальник управления, но урожайность выше. А вот санкции на вопрос технического перевооружения не повлияли. Бизнесмены, которые зашли в Россию с этим оборудованием и которые представляли там заводы. Фактически это русские компании, которые продавали импортное оборудование. То есть они остались, они никуда не ушли. Если раньше оборудование завозилось прямо из Германии либо из Италии, сегодня это оборудование завозится в Саводовскую Аравию, там куда-то еще. И поступает к нам дольше, дороже, но оно и есть. По словам Большакова, за пределы страны край отправил больше трех миллионов тонн продукции. В Казахстан по традиции зерновые и масличные культуры, в Монголию яйца, в Китае рап, слен и масла из них, муку и куриные субпродукты, гребешки и ножки. Также начальник управления пояснил, что введение акцизов на сахар не привело к снижению объемов производства сладких напитков. Компании изменили ассортимент, расширив или уменьшив линейку продуктов или же повысили цену на размер акциза. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком.